что у меня в руках ну на первый взгляд кажется просто какая-то деревяшка гнилая но на самом деле эта деревяшка не простая это кусок древесины внимание возрастом 40 тысяч лет 40 тысяч лет назад вот это дерево росло росло на севере нашего края в вечной мерзлоте лежала поэтому сохранился с помощью радиоуглеродного метода и определили возраст 40 тысяч вот в руках держу сама история но в общем тут даже вот кольца можно посмотреть хорошо сохранились лет 80 наверное было этому дереву по каким причинам погибло непонятно мало что можно установить а вот есть более современные образцы вот здесь у меня так где он тут пожалуйста это на хранение отправляем вот уже кусок спил дерева современного здесь кольца видны хорошо еще по многим другим параметрам можно определить в том числе и изменения климата какие происходят за последние несколько десятков а то и сотен лет этим занимается наука дендро хронология как она работает как это все устроено будем разбираться в нашей программе сегодня дерево растет неравномерно рост начинается весной и останавливается поздно осенью если посмотреть на спил то это хорошо видно светлая часть годичного кольца образуется в начале сезона а темное в конце перед зимой вот это сочетание света древесины и темной и называется годичным кольцом его ширина может меняться в зависимости от температуры окружающей среды влажности и прочих факторов здесь есть повреждающие факторы загазованность какая-то что привело к тому что дерево хуже растет это может быть механическое повреждение это может быть какая-то дефолиация связана с нападением насекомых это может быть пожар это может быть наводнение странно наводнение приводит тому что наводнение то изменение функции корневой системы потому что вот дерево хуже растет как на болоте. Соответственно, если мы знаем, как дерево реагирует на отсутствие или избыток влаги, на холод или жару, мы можем проанализировать все эти годичные кольца и понять, что было с климатом раньше. Причем этот метод позволяет заглянуть нам далеко в прошлое. Если метеонаблюдения ведутся последние лет 200, то с помощью дендрохронологии можно углубиться на одну-две тысячи лет назад. Здесь можно видеть много чего. Первые годичные кольца хорошо видно. Здесь этому дереву, наверное, лет 250 точно есть. Значит, 250 лет назад, до этого центра, по крайней мере, можно что-то сказать. Но этот образец специально был взят для того, чтобы датировать вот эти вот отметины. Это пожарные отметины, низовой пожар был, повреждает камбия, и в этом месте вот кольцо уже не так растет, естественно, камбия, если нет. Вот эти вот пожарные отметины, они уже не растут, вот в этом месте они есть. Можно точно нотировать, когда были пожары здесь, по этому кольцу. По годичному кольцу можно установить, например, что в какой-то год было мощное извержение вулкана. В атмосфере появляется много пыли, которая задерживает солнечные лучи. Дерево меньше прирастает, и кольца получаются очень узкими. И это фиксируется на большой территории практически по всему миру. Или вот дендрохронологи смогли даже определить, когда случались мощные вспышки на солнце. Они взяли два года. Оказалось, это 774-й, 993-й год. Как раз эти два года по некоторым годичным кольцам оказались, что в этих кольцах повышенное содержание СО-14. СО-14 – это космогенный изотоп, это радиоактивный изотоп. Вот он образуется, повышенная его концентрация в атмосфере за счет мощных вспышек Солнца. Ясно, что если вспышка была в этот год, концентрация в атмосфере большая, и этот изотоп включается в коричное кольцо. Таким образом, это своего рода маркер получился. И оказалось, что из 500 хронологий, которые, примерно 500, которые построены по всему миру, от датированных, они хорошо датируются по этому признаку. То есть во всем мире все годичные кольца среагировали на этот всплеск изотопа в атмосфере. Очень сейчас хорошо плотность и структура годичного кольца подходит для исследований вспышек численности насекомых-вредителей в лесных насаждениях. То есть очень хорошо проглядывают в образцах такие годы за счет объедания хвои, допустим, если мы говорим о хвойных, происходит снижение плотности структуры годичного кольца, по которым можно датировать такие события, если, допустим, нет возможности поднять какие-то исторические данные. С помощью дендрохонологии мы не просто заглядываем в прошлое любопытство ради. Обладая данными о том, что было, можно провести анализ и сказать, что будет. Альберто Арзак из Испании живет в Красноярске и изучает леса Сибири. Это очень сложный процесс прогнозирования, но недавно они провели работу в Минусинске и сделали вывод о том, что в лесу лес становится влажнее. Получается, что идет глобальное потепление, и один из вариантов, что деревья могут адаптироваться под это. Вывод можно сделать такой, что деревьев будут расти больше в таких условиях. На севере мы можем увидеть такую же ситуацию, что изменение климата ввиду к тому, что сосна, которая ранее там не росла, она продвигается на север. Как выглядит процесс изучения годичных колец? Для начала в экспедициях берут образцы. Для этого необязательно деревья спиливать. Зачастую достаточно керна. С помощью бура и ствола берется вот такой брусок. Отверстия заделывают варом, и дерево остается жить. При этом дерево нужно взять не первое попавшееся, а то, которое соответствует задачам. Если вы хотите заниматься реконструкцией, скажем, каких-то климатических параметров, той же самой температуры, значит вам нужно найти такой дерево, и в нем такие деревья, которые бы являлись природными термометрами, которые максимально чувствовали изменение температуры, скажем так. Ну, например, это старые деревья, которые растут, ну, скажем, в минимальной зависимости от всех остальных. То есть окружение на них не влияет. То есть где-то либо на опушках, либо где-то еще. Вот с маленьким приростом, которые вот живут на грани выживаемости. Поэтому для них температура важна. Или как полуголодные. Вот так. А есть еще разница, на какой высоте вы взяли образец. Например, верхушка более чувствительна к нехватке влаги. Воду сложнее прокачать дерево на высоту. Если влаги в этом сезоне мало, то в этом образце будет хорошо видно. Керны или спилы ученые изучают уже в лаборатории. Есть кольца, которые можно различить невооруженным взглядом. Это, как правило, деревья, которые произрастают в умеренной зоне. А есть деревья с очень узкими кольцами. Они произрастают в неблагоприятных условиях. И кольца могут достигать ширины буквально несколькими кром. Поэтому используется для измерения вот такой прибор. Называется лентап. Представляет собой бинокуляр, чтобы различать границы колец. Компьютер для накопления измерений. И, собственно, сам прибор. Это очень кропотливая работа. Пропустить ничего нельзя. Нужно фиксировать все кольца. Одно за другим. Шаг за шагом. Это занимает даже не часы, а недели. Вот этот образец взят недалеко от Туры, что военки. И по нему уже можно сделать определенные выводы об изменениях климата на севере края. То, что в последние десятилетия наблюдается небольшой тренд на повышение ширины годичных колец, который мы связываем с глобальным потеплением. Однако иногда ширину колец сложно установить. Она перестает работать. И тогда ученые изучают их анатомическую структуру. Сначала клетки в начале сезона большие. Затем они уменьшаются. И это может показать, как они воздействуют с атмосферой, как проходит гидробаланс, как вода перемещается по дереву. Это помогает сделать нам прогноз. То есть, изучение клеток помогает расширить наши выводы на весь лес, начиная с клетки на все деревья. И таким образом сделать прогноз по поводу того, как будет лес выглядеть в будущем. Изучая анатомическую структуру дерева, можно установить, почему на севере края в районе вечной мерзлоты в последнее время стало много сухостоя. В других частях света высыхание деревьев связывает с тем, что климат становится суше. Но в районе вечной мерзлоты говорить о недостатке влаги не приходится. И наша гипотеза заключается в том, что несмотря на обилие воды в сезоноталом слое, деревья испытывают недостаток поглощенной влаги только потому, что эта вода очень холодная, и корни не могут ее взять. Вот годичные кольца, которые отделены друг от друга толстыми, толстостенными клетками с небольшими порами. Это поздняя древесина. Крупные клетки – это клетки ранней древесины. Они представляют собой как бы капилляры, по которым поглощенная вода корнями течет снизу вверх. Это снимок анатомической структуры дерева, который получает достаточно влаги. А вот снимок дерева больного, которое влаги недополучает. Очень тонкие стенки. Говорит о том, что питательных веществ не хватает. Годичные кольца не выражены. Это значит, в дерево не поступает сигнал о том, где начало, где конец вегетационного периода. Кроме фундаментальных знаний о мире, методы дендрохронологии позволяют решать и задачи нынешнего дня. Например, ученые из Красноярского института леса выяснили, как влияет загазованность города на разные виды деревьев. Это, в свою очередь, позволяет понять, какие виды стоит использовать для озеленения, а какие нет. Как пример можно привести сосну обыкновенную. Она на территориях с высоким уровнем загрязнения очень и очень плохо растет и зачастую гибнет. И также можно сказать, что были выявлены виды, которые в условиях высокой степени загрязнения различного состава хорошо произрастают. Как пример можно выделить тополь бальзамический, который хорошо растет и возле промышленных предприятий, и возле автотранспортных магистралей. Но при условии, что его надо достаточно часто менять в посадке, то есть раз в 30-40 лет их нужно обновлять. Хорошо растут представители дальневосточной флоры, как черемуха маака. Хорошо растет яблонь ягодная, которая традиционно применяется в озеленении города Красноярска и городов Центральной Сибири. А еще дендрохронология может помочь в поимке черных лесорубов и установлении факта незаконной рубки. Дело в том, что рисунок годичных колец уникален у каждого дерева. Но в то же время у деревьев, произрастающих в одном районе, есть общие черты. Сегодня красноярские ученые из Института леса и СФУ накопили большую базу образцов, или правильно будет говорить, хронологии. И вот эти хронологии, собственно, являются очень хорошим инструментом для определения даты рубки любого дерева, произрастающего на этой территории. Если мы, допустим, ведем речь о незаконной вырубке, то есть приехали лесорубы, вырубили деляну леса, вывезли ее на КАМАЗе. Если мы остановим этот КАМАЗ и возьмем образцы спилы вот с этих непосредственно стволов деревьев, то мы можем сопоставить их с полученными нами хронологиями, то есть и найти четко хронологию, на которую эти образцы будут датироваться. И уже в зависимости от этого провести анализ и сказать, в каком районе рос лес. А если есть непосредственно предполагаемое место вырубки, даже определить конкретно, ну, грубо говоря, пень, с которого снято это дерево. То есть фактически мы имеем дело с аналогом дактилоскопии. Деревья тоже имеют свои отпечатки пальцев. Также дендрохнология может помочь археологам. Одним из аспектов работы нашей лаборатории является датировка образцов древесины, взятых на месте раскопок. То есть любые археологические раскопки, в раскопе которых содержится достаточно хорошо сохранившаяся древесина, являются источником информации о времени, когда эта древесина произрастала. Мы можем определить время произрастания вот этих образцов. И, само собой, при наличии подкоровых колец, время их рубки. Ну и, в принципе, существенно уточнить календарное время для существования пальников. Субтитры создавал DimaTorzok